Здравствуйте, это снова рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы поговорим с Надеждой Максимовой, депутатом Государственной Думы России. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Вы постоянно работаете в республике, но очередной ваш визит совпал с событиями 12 апреля, когда в повсеместных пожарах в массовых пострадали несколько десятков населенных пунктов, несколько тысяч человек осталось без крови над головой. Вот скажите, пожалуйста, какие сейчас первоочередные задачи стоят перед властями республики? Надо начать с того, наверное, что все-таки всем миром наварились на эту беду и подключились не только наши региональные власти, органы, но и федеральные, и МЧС, и Минобороны. И, в общем-то, было достаточно сил, которые позволили в течение двух дней прекратить вот эту огненную стихию. Штаб был создан в соответствующей в республике, который занимался всеми вопросами. Выявление пострадавших, размещениях, организация питания, одежды, ну, крова над головой в результате всего. Составление списков. Это было очень быстро надо было составить, потому что на федеральном уровне только при наличии таких списков выделяются соответствующие финансовые ресурсы. И надо сказать, что очень быстро и работники Министерства чрезвычайной ситуации, и наши все службы на местах и в регионе подключились к этим проблемам, быстро составили все материалы. И мы уже в 23 апреля получили распоряжение правительства, а в пятницу, в 24-м, уже деньги были перечислены, 693 миллиона рублей на выдачу вот этих комиссионных выплат. 10 тысяч рублей всем пострадавшим по 10 тысяч рублей, 50 тысяч при частичной потере собственности имущества и 100 тысяч при полной потере имущества. И надо сказать, что, конечно, организационные мероприятия были проведены с точки зрения расчистки этих завалов, этих пепелищ. И сегодня, вот вчера уже ездила по территории, просто посмотрела, уже на месте горелой травы пробивается зелень, можно даже подумать, что, ой, как красиво все, постриженные лужайки. Вот на месте домов развалины уже нет никаких, расчищены площадки для строительства новых домов, это тоже очень многое значит. Штаб работает практически в круглосуточном режиме. Основная задача – это составить списки граждан, семей, которым предстоит построить новые дома, безусловно. То есть нужно определиться и по спискам, и по месту, и по стоимости, по квадратным метрам. То есть здесь вопросов, конечно, возникает много. Сделать это надо очень быстро, в том числе и работникам судебных органов постараться все вот эти процедуры, выдачи документации, каким-то образом ускорить, потому что за этим просто судьба наших жителей. Но работу эту провести не так просто. Вот какие препятствия в основном возникают? Ну, это отсутствие вообще документов. Понятно, что люди выскакивали часто просто в тапочках домашних и не могли с собой никаких документов взять. Поэтому получается, что и нет паспортов, нет удостоверения личности, нет тем более прав на собственность, документов, которые фиксируют права на собственность. Все это надо восстанавливать. Конечно, это опросным путем. Ну, много сохранилось что-то, может быть, в районах, соответственно. Но, тем не менее, где-то свидетельские показания нужны. Очень много вопросов. Более 600 человек обратились в суды для того, чтобы восстановить свои документы. Поэтому обращаюсь к работникам судебных органов, чтобы они по возможности ускорили эту работу. Почему? Потому что решается вопрос на федеральном уровне о выделении уже теперь денег на строительство домов. Вот для чего докумендация необходима. А какая сейчас происходит работа на федеральном уровне? И что в дальнейшем будет делаться? Ну, на федеральном уровне тоже по поручению президента. При правительстве создана такая группа, которая постоянно занимается вопросами оказания помощи, устранения последствий огненной стихии. Возглавляет ее вице-премьер, казак Дмитрий Николаевич. Надо сказать, который, к сожалению, специализируется на вот таких вот мероприятиях по устранению последствий стихии всевозможных. Наводнений и оползней и прочее. Он собирает соответствующих федеральных министров. Вот я сама присутствовала на совещании, которое он проводил. Был министр строительства, министр по чрезвычайным ситуациям. Но мы все знаем, что Пучков Владимир здесь был много, долго времени провел. Соответственно, представители пожарных служб, представители Росрезерва и так далее. То есть практически протокол, который был принят им, он лег в основу того решения, которое будет приниматься 30-го числа на правительстве. Есть поручения министрству строительства, естественно, которые должны вместе с нами составить списки пострадавших. Вот объекты, которые будут строиться, выявить, в какие примерно суммы это обойдется. Это министерство экономики, которым дано поручение рассмотреть возможность помощи малому и среднему бизнесу. Такие ресурсы есть у министерства экономики. Это, конечно, министерство сельского хозяйства. Для сельхозтоваропроизводителей сейчас очень важно. Начинается посевная, посмотреть, что возможно по семенам, какая помощь может быть оказана. По возрождению, что ли, овец, крупного рогатого скота. И вот в том числе социальную сферу тоже посмотреть, что в этом плане можно сделать, чем можно помочь. Ну, конечно, министерство финансов, которое будет выделять ресурсы соответствующие. Ему тоже даны поручения, в какой степени можно будет помочь с точки зрения и строительства. Ну, вот я уже говорила, что деньги на оказание комиссионных выплат уже выделены были. И что можно еще сделать для того, чтобы можно было уже за счет средств республики заимствованных тоже оказать дополнительную поддержку пострадавшим от пожара. Вы сами побывали в нескольких сгоревших селах в Ширинском и Багратском районе. Встречались с людьми и общались с жителями. Какими проблемами они обращаются к вам? Есть вопросы, например, по материнскому капиталу. Когда у нас в законодательстве так предусмотрено, что если сгорел дом, а есть второе жилье, то в этом случае жилье не предоставляется второе уже. А вот есть такие случаи, когда второе жилье было построено как раз на средства материнского капитала. И вот теперь каким образом? То есть государство, с одной стороны, помогло, чтобы многодетная семья получила нормальные квадратные метры. С другой стороны, сейчас в такой ситуации, когда все-таки какое-то жилье есть, они подпадают по той статье закона, которая не позволяет в этом случае предоставлять жилье. Значит, эти, наверное, нужно будет решать вопросы в индивидуальном уже порядке. Есть вопросы, которые связаны с тем, что люди по факту жили в доме, а собственником не являются или прописки там у них нет, предположим. То же самое. То есть это все опять нужно обращаться с исками в суд, чтобы было принято решение уже на уровне судебных процедур. Есть такие, просто бесхозные. То есть дом сгорел, найти собственника невозможно. Поэтому тоже со временем может найтись, когда уже ресурсы будут выделены, и дом построен на этом месте не будет. А возникнут такие случаи, могут вполне быть, когда появится собственник, и нужно будет опять возвращаться к этому вопросу. И сейчас, в общем-то, такая комиссия, которая везде работает, они созданы в каждом районе. Они стараются именно зарегистрировать вот эти случаи, когда отсутствует практически человек, либо он проживал, либо он является собственником, и, в общем-то, неизвестно, кому это жилье принадлежит. То есть, естественно, как всегда, жизнь, она во многом разнообразнее, чем те нормы законов, которые приняты. Поэтому, конечно, многие вопросы нужно будет решать либо индивидуально, или, например, такая проблема, как по нормам полагается, например, семья из нескольких человек должна получить дом 72 квадратных метров. А есть норма, которая предписывает, чтобы давать в этом случае не больше, чем уже площадь была и имелась. То есть, дом в 59 квадратных метров, 61, значит, должны выделить им такую же площадь, не большую площадь, вернее, дом построить не большую площадь. Но это уже получается индивидуальная застройка. Поэтому здесь тоже надо решать вопрос, что выгоднее. Либо как-то приостановить эту статью, постановление, и выделять все-таки 72 квадратных метра, либо уже проектно-смертную документацию под индивидуальный строительство составлять и предоставлять им это 59 метров. То есть, что выгоднее, что дешевле, что дороже обходится. То есть, здесь вопросов будет возникать очень много, и я думаю, что этому штабу, к сожалению, придется работать еще достаточно долго. Ваши первые действия по возвращению в Москву? Первые действия – это уточнить, какие решения будут приняты по этому поводу. Постараться еще раз посмотреть, что, имея в руках государственные программы, в Думу у нас представляются эти государственные программы, посмотреть, что там возможно, по каким программам, по каким направлениям можно оказать дополнительную помощь. Не все средства еще пока распределены, и поэтому, я думаю, что можно будет в определенные программы дополнительно вписаться. И при этом, конечно, основная задача, чтобы не было большого объема софинансирования, доли софинансирования из республиканского бюджета, потому что понятно, что республиканский бюджет, вот мы сегодня его рассматривали, принимали дополнительные поправки, и, в общем, все средства уже распределены по конкретным направлениям. Вы ведете активную работу с федеральными министерствами и ведомствами, посодействуя в выделении финансовой помощи по Горельцам Хакасии. Мы понимаем, что регион не оставят в беде, и деньги будут выделены на строительство. Но другой вопрос, на каких условиях будут выделяться эти финансы, либо это будут безвозмездные какие-то выдачи, либо это будут кредиты. Вот что-то уже известно? Да, вот предварительно на совещании у Казака было принято решение, оно сейчас подготовлено, и завтра будет на правительстве России рассматриваться, о том, чтобы на строительство домов, ну и какие-то социальные объекты тоже немного, но будут включены, будут выделяться средства из антикризисного резерва правительства. Это субсидии, но они представляются на беспроцентной основе и без возврата. То есть практически можно расценивать как дотацию. Но она называется тайные межбюджетные трансферты, субсидии. Поэтому это радует, потому что это не дает дополнительной нагрузки на республиканский бюджет. Думаю, что будет обязательно решаться вопрос по выдаче бюджетных кредитов. Но бюджетные кредиты, они дешевые. Мы в свое время приняли такое решение, я считаю, что это большая заслуга нас, вот депутатов, в том числе партии «Единая Россия», потому что это было наше предложение, чтобы бюджетные кредиты выдавались по минимальной ставке, под 0,1%. То есть практически это почти бесплатно, можно сказать. Здесь вот будет тоже доказывать, мы свои будем позиции доказывать, что получить этот бюджетный кредит, во-первых, потому что у нас все-таки большие долги перед банками, кредиты, заимствования были, чтобы реструктурировать эти долги, заместить банковские кредиты, более дорогие, естественно, дешевыми бюджетными кредитами. Ну и для того, чтобы все-таки какие-то ресурсы были на то, чтобы можно было эти ресурсы направить и на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе, на какие-то текущие расходы, которые первоочередные. Ну, спасибо большое.